Более 50 будущих солдат, которые в ближайшее время пополнят ряды российской армии, сегодня собрались в актовом зале аграрно-экономического техникума на традиционную акцию «День призывника». Всего в этом году на воинскую службу отправят 124 жителя Ненецкого округа. О тех, для кого совсем скоро казарма станет вторым домом, а плат с местом прогулок расскажет Любовь Пермякова. Нам силу даёт наша верность в жизни, как было, так есть и так будет всегда. Окружных новобранцев приветствуют ученики 4-й школы города. День призывника в Наринмаре проходит каждую осень перед призывом на воинскую службу. В этом году ряды российской армии пополнят 124 жителя Ненецкого округа. Среди них Валерий Лобода. В армию скоро, сегодня скажут, или завтра скажут. Думаю, 14 ноября где-нибудь, точно в середине, да. Но пока ещё не сказали. Волнуешься? Не, ну так-то, наверное, естественно, волнение. Наверное, как мне сказали, что потом идёт военный билет, и с этим проще поступить, и могут взять на работу. Это большой плюс, типа, если ты сходил в армию, то уже идёт бонусы такие. Желать ничего не надо, нужно просто идти, наверное, и всё. Для того, чтобы идти было просто, в ходе акции новобранцам рассказали об основах армейской жизни и дали ценные напутствия. Где бы вы ни были, всегда опирайтесь на товарища. Если есть крепко плечо товарища, всё, он будет по плечу. Идти не только плечом к плечу, но и наравне со всеми. Золотое правило будущего солдата считает начальник отдела военного комиссариата Архангельской области ПАНАУ Игорь Ибраев. Самое главное быть в коллективе, быть как все, а не строить из себя что-то исключительное. Вот если будешь ты нормальным пацаном, то есть если все идут работать, ты идёшь работать. Если не будешь привлекаться к старшему начальнику, у тебя всё сложится. Плюсы сейчас очень серьёзные. Есть федеральный закон о воинской обязанности изменён. Изменены, соответственно, законы о государственной гражданской службе, о муниципальной службе, где сказано, что граждане, которые не отслужили в вооружённых силах, не имея на то законных оснований, то есть склонность на эти работы приниматься не может. Ещё один немаловажный плюс, по словам Игоря Ибраева, для тех, кто отслужил в армии, это характеристика, которую дают командиры частей. Такая армейская оценка даёт дополнительные бонусы при поступлении в высшее учебное заведение. Чтобы воспользоваться такими бонусами, ребятам нужно выполнить главную задачу – достойно отслужить в армии. Кстати, в этом году большинство призывников отправятся служить на Северный флот и в Западный военный округ.